Добрый день, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале новой недели. Что ж, приношу извинения за то, что отсутствовал в четверг и пятницу. Как вы знаете, сейчас у нас активно идет реализация проекта, скажем, гастролей полноценных по городам. В этот раз мы посетили Ярославль, на этой неделе у нас еще Казахстан и, соответственно, Архангельск. Поэтому сразу хочу сказать, что будет еще одна локальная пауза в видеобрифингах и, скорее всего, произойдет она со среды на четверг. Поэтому сейчас наша задача максимальным образом обратить внимание на те тенденции, события, которые происходят на финансовых рынках, подвести итог, опять же, последних торговых полноценных сессий и посмотреть на то, что же можно ожидать от, собственно, потенциала реализации тех инвестиционных идей, которые мы заложили в основу нашего трейдинга много месяцев назад. Эта неделя обещает быть просто сумасшедшей по волатильности, потому что в этот четверг у нас заседание ИЦБ, ставка и возможность изменения монетарной политики. Мы ждем это решение очень давно и прекрасно понимаем, что именно это событие, ожидание по факту возможных коррекций монетарной политики является ключевым сейчас разговорочным фактором и обстоятельством для главного валютного риска для европейской валюты. И за последнее время очень неплохо уже прокатились на коррекции европейской валюты, но я думаю, что потенциал среднего долгосрочного снижения еще не исчерпан, потому что буквально вот даже до четверга мы будем, скажем, ориентироваться на возможный коррекционный потенциал, исходя из ожидания только того, что ИЦБ пойдет на изменение монетарной политики. Но если ИЦБ действительно примет фактическое решение, я в этом практически не сомневаюсь, значит у европейской валюты будет еще одно более серьезное, самое серьезное за последнее время основание для снижения собственного курса стоимости против своих основных конкурентов. Но обо всем давайте поговорим поподробнее. Напомню, что в ходе сегодняшнего брифинга анонсирую очередной бонус, который позволит вам получить, соответственно, бонусы на пополнение. Сегодня величина этого бонуса 12%, что касается кодового слова, это ипотаж. Ну, позволил себе использовать такое, скажем, выражение, поскольку эта неделя, как я уже отметил, может оказаться взрывоопасной. И я жду бешеной динамики волатильности как по европейской валюте, так и, собственно, по другим инструментам, которые представлены на рынке Форкс. Начнем мы сегодня с нашего традиционного вступительного актива, это динамика черного золота, Brent, в частности, закрытие прошлой недели 44,86, актуальной котировки 44,72. То есть Brent уже снова ушел ниже 45, видим то, что прежнее давление на этот актив сохраняется, черное золото проливается, движется вниз, и я не думаю, что стоит задавать вопросы, с чем это связано, потому что все совершенно очевидно. Главный фактор разгрузки позиций нефтяного актива, это, опять же, тот избыточный факт предложения, который присутствует на рынке, недостаточный спрос. В пятницу стоит отметить, рынки наблюдали за очередным катастрофическим падением китайских фондов, в частности, за один день китайский фондовый рынок лишился 5% собственной капитализации. Это очень много, это, наверное, максимальное снижение с конца августа. И такая коррекционная динамика еще раз напомнила всем, что Китай по-прежнему является серьезным новостным фоном для большинства идей, которые присутствуют на финансовых рынках. И Китай в случае, опять же, усиления спекуляций на негативной волне может стать причиной разгрузки, соответственно, рисковых инструментов и сырьевых активов, потому что, опять же, негативная тенденция Китая подтверждает тот факт, что экономический рост дальше будет слабеть и создавать такие же риски для всей мировой экономики. Именно это сейчас и реализуется. Плюс ко всему, помимо констатации факта, опять же, падения китайского фондового рынка, можно зафиксировать еще существенное снижение прибыли компаний, опять же, за прошлый квартал в рамках Китая. И прибыль снизилась на 4-6%, что гораздо, скажем, выше прогнозов. Это еще раз подтверждает тот факт, что национальные компании, они испытывают на себе все те трудности, которые характерны для региона, но и мировая экономика, на самом деле, дисконтирует эти риски еще более объемлющим образом. Поэтому Китай является деструксивным фактором для оппозиции углеводородов. Мы знаем то, что помимо Китая есть еще, может быть, даже более интересный локального характера Афон для углеводородов сейчас, это заседание ОПЕК. Оно состоится также уже на этой неделе, то есть у нас ЕЦБ, у нас Non-Farm Perils и у нас ОПЕК. И все это в рамках вот этой пятидневки. Пятница. Очередная встреча ближневосточного картеля, где будет поднят вопрос о возможных солидарных действиях, направленных на стабилизацию цен на рынке негресурсов. Мы знаем то, что ОПЕК реально может повлиять на ситуацию, но для этого нужно снижать квоту, но ОПЕК не будет ее снижать. Фактически объемы находятся гораздо выше даже текущих 30 миллионов баррелей в сутки, которые составляют базис для квоты. Но увидим ли мы изменения и коррекцию этих параметров? Я думаю, что нет. С большой долей верности. Практически 100% нет. Потому что ОПЕК уже ясно давал понять, но может быть не ясно, но между строками мы сами поняли это, что ключевая задача это сохранение своего позиционирования и собственной доли на рынке негресурсов. И эту позицию ОПЕК и дальше будет лоббировать, отстаивать, что для нас создает основания для распродажа этого актива, которые мы плавно перенесем на 2016 год. Плюс ко всему, запасы нефти США в прошлой неделе, как отчет ОПИ, так и официальные данные от Минэнергии США. Запасы увеличились, ну не такими серьезными темпами, как это было недели 2-3 назад, но все равно факт прироста это факт прироста. Думаю, что и в рамках этой недели мы также сможем увидеть этот показатель со знаком плюс и, соответственно, сможем получить еще один фактор разгрузки локального характера для WTI и для нефтемарки Brent. Наша цель остается неизменной. Топаем в район 42 и ждем возможное обновление многомесячных минимумов в районе поддержки на уровне 40 долларов за баррель. Российская валюта против доллара. Актуальные котировки 66,45. Видим то, что давление на российский актив сейчас снова серьезное. Полноценный фундаментальный прессинг, который, опять же, связан как с коррекционной динамикой черного золота, так и с осознанием того, что ключевые показатели в рамках российской экономики, они не создают какого-то позитивного настроя. Напротив, продолжают сигнализировать о том, что российская экономика находится в таком затяжном спаде и этот спад, скорее всего, продолжится и в 2016 году. Поэтому негатива в рамках российского рынка сейчас хватает. Единственное, что может, конечно же, исправить ситуацию, это возможности, связанные с восстановлением цен на энергоресурсы. Но это также пока маловероятно, потому что вот буквально несколько минут назад я сказал о том, что мы входим в Новый год с прежними медвежьими ожиданиями и, соответственно, с прежним посылом, который будет направлен на еще большую девальвацию курса российской национальной валюты. Наша цель пока неизменно. Ждем 67-68, но и долгосрочная цель это 70. Полагаю, что все-таки мы сможем добраться до этого очень важного сопротивления. Произойдет это, возможно, уже совсем скоро. Далее идем. Европейская валюта против доллара. Как я уже отметил в начале брифинга, евро находится под серьезным прессом. Действительно, общая фундаментальная картина продолжает сигнализировать обеими руками за то, что евро нужно дальше оселить. В частности, активные распродажи конца прошлой недели были основаны на комментариях, точнее даже на том прогнозе, который сделали Рейтерс, касательно даже факта опроса. Лидеров мнений, экономистов. И ключевые вопросы, которые задавались, это изменение монетарной политики, стоит ли ожидать его и в каком формате мы увидим коррекцию, опять же, монетарного курса. В целом, все сошлись во мнении, что больше 80%, скажем так, высказалось в пользу того, что изменения мы увидим. И ЦБ будет действовать, либо снижать ставки по депозитам, рефинансирование, либо расширит как сроки программы количественного смещения, так и, собственно, фактический объем. Мы знали об этом и раньше. Мы не сомневались в том, что на фоне тех актуальных экономических проблем ИЦБ действительно будет действовать более проактивно, продолжит задействовать те инструменты, которые полностью укладываются в рамках европейского мандата и, соответственно, инструменты, которые будут направлены на стимулирование темпов экономического роста. В Рейтерс также было отмечено, что Европейский Центральный Банк сейчас рассматривает возможности ступенчатого уровня отрицательных процентных ставок. Ставка по депозитам на текущий момент минус 0,2% и с большой долей вероятности уже можно настраиваться на то, что следующий шаг будет направлен на снижение и смещение этого показателя в район минус 0,3%. Для чего это делается? Для того, чтобы коммерческие банки направляли избыточную ликвидность в реальный сектор, кредитовали экономику и тем самым создавали буст для экономического роста, а не для того, чтобы коммерческие банки, видя те риски, которые характерны для региона, убирали их, соответственно, на свои корсчета в Европейском Центральном Банке и ждали, пока ситуация сама собой восстановится. Для того, чтобы этого не было, ЕЦБ обязует коммерческие банки платить, опять же, за возможность хранения средств у себя. Сейчас это была ставка минус 0,2%, может быть, мы увидим ставку даже ниже, чем 0,3%, но пока консенсус мнения минус 0,3%. Для сравнения хочу привести параллель с Национальным Банком Швейцарии, там ставка минус 0,75%. И Национальный Банк Швейцарии всерьез рассматривает возможность, что если европейская валюта столкнется с еще одним витком девальвации, ЕЦБ пойдет на решение программы количественного смягчения, НБА пойдет параллельно с этим на дополнительный шаг экономических стимулов в рамках национальной экономики и снизит процентную ставку по депозитам с минус 0,75%, может быть, даже до минус 1,5%. Это серьезный шаг. Вот это реально стоящие радикальные меры. Но посмотрим, как они будут реализовываться в дальнейшем. Также против евро выступают ожидания расширения программы количественного смягчения. Лично наш консенсус прогноз расширения на 10-15 миллиардов евро. Я думаю, что без этого ЕЦБ уже не обойдется, потому что присутствуют ожидания, даже они были подтверждены, и Марио Драги, о том, что цены на энергоносители будут дальше снижаться. Это, соответственно, создаст еще большее давление на потребительских цен. А для еврозоны это ключевая проблема, которую нужно решать. Значит, ЕЦБ будет исходить из необходимости возможного поднятия уровня инфляции и предотвращения рисков дефляции. Для этого нужно расширять программу количественного смягчения. И обо всем этом мы сможем услышать уже в рамках предстоящего заседания, которое запланировано на 3 декабря. 3 декабря, этот четверг, по сути, сакральная дата. Я думаю, что по факту, опять же, публикации отчетов и вообще содержание экономического календаря этого дня у нас будут созданы серьезные основания для повышенной волатильности на рынке финансовых активов. И, может быть, уже на этой неделе мы сможем увидеть начало долгожденного рождественского ралли, которое может, скажем, случиться, точнее, начало которого может быть положено уже в ближайшие 5 дней. Соответственно, вернемся к нашим целевым и ценовым ориентирам. По европейской валюте я предлагал воспользоваться идеей Buy Limit с уровня 1.0590, актуальные уровни на текущий момент 1.0582. Соответственно, Take Profit у нас стоит в районе 1.0750, Stock Loss 1.0550. Также есть идея, которая предполагает возможности продажи европейской валюты с уровня 0.590. В целом они обе состоятельные. Я считаю то, что мы сможем, по сути, добиться реализации с большой долей вероятности, точнее, даже с одинаковой долей вероятности обоих этих инвестиционных посылов. Вам стоит выбрать, какая идея вам больше по душе. Но для среднедлагосрочных трейдеров я еще раз отмечаю, что те коллекционные сделки, которые уже были заложены в основу трейдинга, их нужно сохранять дальше, их нужно придерживаться, потому что дальше мы увидим еще более низкие ценовые значения по европейской валюте. Тем более, что, уверенно, вы распродаете евро с более высоких ценовых значений. Далее у нас доллар и японская иена. В целом, пятничная торговая сессия была закрыта с повышением для американца. Актуальные котировки 122.72. Видим то, что консолидация продолжается чуть выше уровня 122.50. В целом, четверг и пятница были довольно спокойными днями, потому что на рынке отсутствовали американские трейдеры по причине празднования Дня Благодарения. То есть, рынок был довольно-таки тонким. Сейчас, конечно же, все изменится, потому что, как я уже отметил, неделька взрывная по важным макроэкономическим релизам. И эти отчеты будут непременно приводить, опять же, в тонусы американца. И, может быть, снова укажут на возможность усиления позиций. Я в этом практически не сомневаюсь. И возможность движения к сопротивлению по паре USD и иена в районе 125. Ключевая идея для американца. По-прежнему ФРС, возможность изменения процентных ставок, точнее, повышения. И, если объективно оценивать последний фундаментальный фон, комментарии высокопоставленных чиновников ФРС, макроэкономическую статистику, оснований для повышения достаточно. На этой неделе у нас Non-Farm Perils. Если в очередной раз мы увидим хороший отчет по рынку труда, и этот отчет будет подкреплен еще ростом заработных плат, значит, у нас будут уже полностью, скажем, убраны все сомнения касательно оснований для роста индекса потребительских цен в рамках США. Я, честно говоря, уже в этом не сомневаюсь. Инфляция будет полномерно расти. А значит, у скептиков, которые еще присутствуют на рынке, уже, наверное, остается все меньше козырей в пользу того, чтобы отстаивать свою идею, связанную с отсутствием или связанную с неготовностью американской экономики к повышению процентной ставки. США готовы к ужесточению монетарной политики, к нормализации денежно-кредитного курса, и эти изменения должны привести к усилению позиций доллара. На этом мы и делаем, собственно, ставку. И плюс ко всему, если ЕЦБ в рамках этой недели пойдет на те шаги, которые я анонсировал, значит, снова, может быть, ключевой идеей рынка Форекс станет контраст монетарных политик ЕЦБ и ФРС. Это будет совершенно очевидно. И даже одна эта идея, ее будет достаточно, чтобы делать ставку на усиление позиций доллара и соответствующее ослабление европейской валюты. Далее идем. Фунт против американца. Актуальные котировки сейчас 1.5028. Напомню, что мы руководствовались инвестиционной идеей продаж с уровня 1.50-1.50. Цель – тейк-профит 1.50, стоп-лосс 1.52. Практически добрались до нашего тейк-профита. Минимальный уровень был 1.5014, но, думаю, еще не вечером мы сможем добраться до этой поддержки. В целом совершенно очевидно то, что британец находится под таким же серьезным прессом, как и европейская валюта, но, действительно, трудно противостоять с тем фундаментальным негативом, который характерен для этого валютного актива. Не забывайте про последние комментарии главного экономиста Банка Англии о том, что с учетом последних тенденций, скорее всего, придется пересмотреть прогнозы по достижению целевого показателя по инфляции. Да еще и Карни также подвел масло в огонь, отметив то, что повышение процентной ставки стоит ожидать не раньше 2017 года. То есть, об этом мы также знали, но приятно осознавать то, что и Банк Англии, то есть, непосредственное монетарное руководство, начинает подтверждать те факты, что оснований для роста британца сейчас нет. Еще более серьезным риском для фунта сейчас также выступает возможность изменения монетарной политики со стороны ЕЦБ, потому что еще один виток девальвации европейской валюты непременно спровоцирует не меньшее ослабление и фунта. Еврозон – это главный экспортный рынок для Британии. И нужно прекрасно понимать то, что в процессах торговли меньше всего, что нужно наблюдать – это дорогую валюту. Если евро будет стремительно слабеть, а фунт останется на прежних уровнях, это все – полноценный крест на окончательном этапе рождественских распродаж, на потребительской активности, в хороших показателях от результатов ритейла и, соответственно, крест на хоть каких-то триггерах для экономического роста. Поэтому сейчас Банк Англии уверен, также держит руку на пульсе и готов, может быть, опять же, даже в формате вербальных интервенций сообщить о том, что будет заинтересован в ослаблении фунта. Если это будет анонсировано, либо подтверждение этого мы найдем на рынке, значит, фунт продолжит находиться под серьезным давлением и позволит нам добраться до той цели, которой мы руководствовались очень давно. И я вот уже неоднократно отмечал тот факт, что, и сейчас вы, уверен, в этом уже убедились, те периодически возникающие локальные выпады восходящего бычьего характера, они не имели ничего общего с главным коллекционным посылом. Поэтому те, кто не поддался на эти рыночные и локальные заблуждения, уже сейчас вознаграждены, потому что мы полномерно снижаемся к нашему профитному ориентиру. Цель 1.50. Как только доберемся, будем уже искать другие возможности. Австралиец против доллара снижается. Актуальный курс сейчас 0.7186. Наша цель 0.70. В целом, хочу обратить ваше внимание также и подкрепить общий негативный настрой еще актуальным фундаментом. В частности, на прошлой неделе были опубликованы данные по капиталовложению в австралийский регион. И статистика хуже некуда. Я прогнозировал снижение, но такого разочаровывающего отчета не мог даже предположить. Капиталовложение инвестиций просили на 9,2%, то есть против прогноза минус 2,8. Если мы посчитаем, сколько не добрала потенциальная экономика за последний год Австралии, это больше 20%. Это катастрофа. Соответственно, снова возвращаемся к рискам того, что австралийская экономика испытывает серьезные трудности, связанные с падением инвестиций в горнодобывающий сектор, перенимает риски со стороны падения развивающихся площадок, ну и, прежде всего, риски, связанные с жесткой посадкой, продолжающейся Китая. И все это является актуальным новостным фоном. Инфляция полномерно еще снижается, создает возможность для того, чтобы Резервный банк Австралии был таким же проактивным, но, я надеюсь, проактивным, как ЕЦБ, и, может быть, еще раз снизил процентную ставку до конца этого года. Я надеюсь на это. Если произойдет это, и, соответственно, ситуация будет развиваться по этому сценарию, мы сможем добраться до нашей цели, которая сейчас маячит в районе 0,70. Что касается новозеландца, также находится он под давлением, и здесь хочу просто предложить вам рыночное позиционирование, которое присутствует на рынке, оно связано с возможностью снижения процентных ставок с уровня 2,75% до 2%, и рынок, участники рынка допускают возможности, может быть, даже трехкратного снижения процентной ставки в первые 2 квартала 2016 года. Но первое снижение мы можем увидеть уже даже до конца этого года. То есть на новозеландскую валюту также делаем прежний коррекционный посыл, коррекционную ставку и ждем еще большего ослабления. USDCAD на актуальной котировке 1,3379 вместе с ослаблением нефти продолжаем двигаться по паре USDCAD вверх в район нашей цели 1,35. До нее остается чуть больше 100 пунктов. Но еще пару слов про USDCAD хотел отметить. Напомню, что я рекомендовал воспользоваться длинной инвестиционной идеей покупки с уровня 1,02-0,5 с тейп профитом на уровне 1,0350. Стоп-лосс у нас был в районе 1,0150. В частности, актуальные котировки сейчас 1,03-0,5. Локальный хай был еще выше 1,0326. Так же, как и с фунтом, чуток не дотянули до нашего профитного ориентира, но это также вопрос ближайшего времени. Потому что, ожидая дополнительные шаги экономических стимулов со стороны СФБ, напоминаю, что нужно ждать ядерные интервенции со стороны Национального банка Швейцарии. Они также должны быть анонсированы. НБАш не заставит себя долго ждать, потому что не заинтересован в укреплении курса национальной валюты. Потому что еврозона также является главным рынком разбыта и для швейцарской экономики. Поэтому ждем движения пары USD в район нашей цели. Это уровня 1,0350. Я думаю, что доберемся, может быть, даже до конца, скажем, сегодняшней торговой сессии до туда. Собственно, на этом все. Из важных махоэкономических отсчетов сегодня стоит отметить данные по инфляции Германии в 16.00 по московскому времени. Повторяю, что этот отсчет стоит интерпретировать как возможность увидеть точно такие же тенденции в рамках индекса потребительских цен всей еврозоны. Если сегодня показатель снизится, значит, будем готовиться к дополнительному давлению на уровень инфляции и в рамках всего валютного блока. Это также негативный фактор для европейской валюты. Напоминаю, что бонус на сегодня 12%. Что касается кодового слова, это эпатаж. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, вы знаете, что их можно оставлять на нашем официальном форуме, форума Амаркетс, либо на официальном канале на YouTube. Непременно на них отвечу. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok